В Наринмаре стартовал очный тур малых авакумовских чтений. 17 молодых исследователей, студенты и ученики школ города Наринмара, посёлков Амдерма и Харивера, сёл Ома, Нижняя Пёша и Великовисочная презентуют свои работы в Ненецком краеведческом музее. Победители чтений будут определяться по четырём направлении – естественно-научные, гуманитарные исследования, экскурсионные разработки и информационные технологии. Как сообщили в аркомитете конкурса, наибольшее количество участников представлено в категории «гуманитарные науки». Среди достоинств исследователей этого блока в 2016 году члены жюри отмечают глубокую работу школьников с архивными документами. Исследование естественно-научного блока включает в себя эксперименты, а единственная в этом году экскурсионная разработка представлена в формате видеоработы. Победитель научно-исследовательского конкурса «Малые авакумовские чтения» будет выдвинут на соискании премий президента России по поддержке талантливой молодёжи в рамках приоритетного проекта образования в 2016 году. В Нинецком краеведческом музее начала работа выставка, посвященная развитию кинематографа в регионе. Экспозиция «Взгляд в чудесное окно» приурочена Году кино в России и 85-летнему юбилею начала кинофикации Нинецкого округа. Известно, что первый кинематограф появился в Нинецком округе на лесозаводе «Стелла Поляре» ещё в 1916 году, то есть 100 лет назад. Но отчёт начала окружной кинофикации ведётся с 19 марта 1931 года, когда была создана Нинецкая окружная кинобаза. На выставке представлен материал, показывающий хронологию развития кинофикации в регионе, фотографии, документы киномехаников, детали оборудования. В частности, среди экспонатов можно увидеть широко распространённый в стране кинопроектор «Украина-7». Выставка размещается в холле Нинецкого краеведческого музея и продолжит свою работу до конца мая. Для уюта, тепла и души в Центре декоративно-прикладного творчества открылась выставка «Лоскутный домик» – экспонаты выставки творений рукодельниц Народного клуба «Татьяна». На протяжении пяти лет мастерицы показывают свои работы на мартовской выставке. Предметы интерьера, изделия для кухни и спальни, куклы, приятные мелочи и одежда – всё по лоскутной технологии. Мне кажется, за этим лоскутным шитьём большое будущее. И ежегодно к нам вливаются новые женщины, которые называем их малыши. И они тоже постигают азы этого творчества. И некоторые уже и выставляются. В этом году клубу «Татьяна» исполняется 20 лет. В планах творческого коллектива создавать новые и оригинальные работы, совершенствовать технику шитья. Выставка «Лоскутный домик» будет работать до 20 апреля. В рамках мероприятий, проходящей под эгидой «Дня города» и «Года российского кино» в зрительном зале КДЦ «Арктика» прошла встреча с почётным гражданином Наринмара, известным журналистом и литератором Виктором Толкачёвым. Он представил зрителям свои кинокартины, документальные ленты разных лет, автором которых он выступил в сотрудничестве с архангельскими документалистами. Я с собой привёз несколько фильмов, которые мы снимали в округе. Фильм «Войгач», фильм «К новой земле», фильм «Архипеллах НЗ» «От разведки к добыче». Трёхминутный документальный сюжет о бойце оленелыжных батальонов Алексея Яковлевича Литкови из Красного. Один из них, потомственная для него из Печерского села Красное, Алексей Яковлевич Литков, бывший из завышенского дивизиона 31-й отдельной лыжной бригады. Говоря о планах, Виктор Фёдорович с его неутомимой творческой энергией отметил, что всегда находится в работе над новыми интересными замыслами. Задумки роятся, как комары в тундре, как пчёлы в вулии гудят, 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 и это надо, и то надо. Но на столе у меня рукопись, третья часть книги о нашей зимовке на острове Колгуев, на Колгуеве Северной. В двух зимовках, где я по-новому открыл и остров, и Арктику, где тоже были, где родилась семья моя, и дочка там выросла трёхлетняя, стала пятилетней. Вот над этим я сейчас работаю. Фантазии творчества детей для светлого будущего. В Нинницкий округ приехала группа норвежских художников и детей. Гости из Скандинавии – участники международного проекта, который стартовал в Тунисе и продолжился в Шри-Ланке, Франции, России, Болгарии, Норвегии и Финляндии. Мы предлагаем детям, после короткой такой минутки вдохновения, когда мы разговариваем о том, что они чувствуют, что они хотят выразить, мы даём им возможность каждому на холсту выразить свои чувства по отношению к миру. Что значит мир для них? Потому что они могут это сделать метафорически и с помощью разных цветов выразить свои чувства. Необычная идея собрать рисунки детей со всего мира принадлежит художнице и маме семерых детей. Вместе с группой единомышленников, таких же, как она, космополитов, Кэтрин ездит по странам. За много лет существования проекта удалось организовать творческие мастер-классы в Тунисе, Болгарии, Шри-Ланке, Португалии, Франции, Польше, странах Скандинавии. Художники считают, только дети способны изобразить чистоту мира, не нарушенную взрослым мировоззрением. И неважно, в какой стране проживает ребёнок, у авторов проекта есть традиция обмениваться рисунками между странами. Художественные лозунги детей выставляют в общественных местах – аэропортах, автобусных остановках, школах, ратушах. Особенно важно, по мнению организаторов, выставлять работы детей в административных зданиях. Там, где рождаются политические идеи и решаются вопросы войны и мира. На Ринмаре началась подготовка празднования 75-й годовщины начала Великой Отечественной войны. В администрации округа состоялось первое установочное заседание Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий. У традиционной акции «Бессмертный полк» в юбилейный год планируется изменить формат. Чтобы сегодня из участников войны могут, так сказать, прийти и пойти к обелиску, очень малое количество. Поэтому мы считаем, что надо будет ее все-таки усилить тружениками тыла. И тогда мы, я еще раз подчеркиваю, что мы наконец-то отдадим им должное внимание. Авторский взгляд на вековые обычаи и традиции. В этнокультурном центре округа открылась выставка «Кукол. Светил круг». На экспозиции представлены разнообразные куклы, каждая из которых имеет свое назначение и смысл. В целом выставка призвана познакомить посетителей с такими известными славянскими праздниками, как Рождество, Пасха, День Ивана Купалы и Масленица. Сегодня увидеть, как отмечают традиционный славянский праздник, можно разве что на театральной постановке. В них частично воссозданы обряды и ритуалы, которые исполняли предки современного русского населения. Чтобы традиционные знания не канули в лето, их надо передавать детям, считают сотрудники этнокультурного центра. Радует то, что все работы выполнены работниками детских дошкольных учреждений, школ общообразовательных и домов детского творчества. А это значит, что мы вместе работаем над замечательной идеей того, чтобы наши дети знали семейные традиции, знали народные праздники. Выставка «Светил круг» посвящена известным славянским праздникам. Главные экспонаты на ней – куклы. Они были непременным атрибутом каждого праздника. На Ивана Купалы делали купавки. На руки куклы вешали ленточки – символы заветных девичьих желаний. Затем их отправляли плыть по реке, отгоняя от себя, тем самым несчастья и невзгоды. На Рождество делали козу и медведя. Эти животные у славян связаны с культом плодородия. После сбора урожая женщины непременно шили крупиничку. Упитанная кукла, наполненная зерном, символизировала достаток и благополучие в семье. Куклы делали каждому жизненно важному этапу года, и каждая из них наполнялась своим смыслом и имела свое предназначение.